Не хвалиться, не как дурачки, по каждому поводу на палец смеяться. Так сказал президент. Наш дорогой, уважаемый Владимир Владимирович Путин заботится о своем народе, о его психическом состоянии. Вы думали, что это не так? Давайте мы посмотрим, что он одобрил идею наполнить интернет позитивом. Видите, он заботится о народе, о том, чтобы народ позитивно думал. Другое дело, что вокруг нас жизнь такая непозитивная. Но нужно граждане, сознательные граждане, нужно стараться думать позитивно. Даже если вам плохо, вы должны говорить, спите, жители Багдада, все спокойно, все замечательно и вокруг все хорошо. Это мне напомнило песню из Водевиля «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот примерно по такому же принципу. Я думаю, наверное, не каждый из вас знает эту песенку из Водевиля. Однако же я приступлю сейчас к рассказу о том, что Владимир Путин одобрил проект по трансляции в интернете позитивных новостей. «Счастье есть». Это так будет называться проект. «Счастье есть» без пробела, а просто «счастье есть». То есть, одним словом, он также дал указания журналистам и интернет-пользователям не хвалиться и не смеяться, как дурочки, но показывать позитивные вещи. Вот я думаю, как президент может говорить таким языком? «Не смеяться, как дурочки». Да, наверное, ну, недостойно. Это показывает, что человек не имеет образования, что ли. Откуда вообще такой жаргончик появляется? Ну, давайте все прощать. На самом деле, мы это можем простить, если пенсионеры будут жить шикарно, и наши дети тоже будут жить замечательно под заботой президента. Если это будет так, можно прощать и такие словечки. Детали проекта. Проект предложил руководитель регионального центра интернет-технологий Сергей Гребенников во время заседания Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей». То есть, Россия – страна возможностей. Такой был вот совет. По словам Гребенникова, если сейчас взять такси и успешно на нем доехать, эта информация – это никуда не уйдет. А вот если что-то пойдет не так, возникает негатив, который мы начинаем транслировать. То есть, если вы садитесь в такси и едете, и ничего не случилось с вами по дороге, значит, это, ну, в общем-то, все хорошо, и никуда это не уйдет, никому это не интересно. А вот если только с вами случится что-то по дороге, значит, значит, это будет уже скандальчик. Вероятно, это он имел в виду. Поэтому он и сказал, а вот если что-то пойдет не так, возникает негатив, который мы начнем транслировать. Он предложил запустить конкурс для того, чтобы интернет-пользователи чаще делились положительными эмоциями. Тогда страна станет добрее, объяснил интернет-эксперт. Ну что же, друзья, наверное, когда вам есть нечего, вы станете добрее. Наверное, когда леса горят у нас, вся Сибирь сгорела, наверное, вы станете добрее. Когда китайцы, народ китайский занимает все пространства Дальнего Востока и Сибири, то вы будете добрее. Когда ваши дома буквально плавают в воде и огороды у вас все полностью исчезли, вы должны стать добрее. Вот такие у нас эксперты сегодня, которые рассказывают, что страна станет добрее, если они будут хихоньки да хахоньки в интернете. То есть какие-то положительные новости. Откуда взяться положительным новостям, когда страна живет в совершенно страшной, нищей ситуации? Откуда взять хорошие новости? Откуда, друзья? Хотелось бы, мне тоже очень бы хотелось бы взять эти хорошие новости и хоть что-то осветить хорошее. Но что можно? Ну вот я увидела, что Шойгу открыл школу для девочек в Петербурге. Я сделала ролик на эту тему. Да, это хорошее событие. Я тоже хватаюсь за какие-то хорошие вещи, но нет их, к сожалению. А хочется. Мне тоже хочется. Знаете, ведь мы все выросли в патриотическом таком состоянии, дохопсихологическом. Однако же теперь мы видим, что нас-то всех обманули, что кто-то там живет хорошо, а народ-то весь живет плохо. Путин отреагировал с воодушевлением на такое предложение интернет-эксперта. Вы знаете, я не знаю, конечно, откуда такие интернет-эксперты. Или они хотят выслужиться, или действительно, может быть, они такие гении, о которых мы ничего не понимаем. И Путин со смехом рассказал историю о своем знакомом, которому не удалось пригласить журналистов на открытие построенного моста. В редакциях пояснили, что приехали бы, если бы мост сгорел. Потому то, о чем вы сейчас рассказали, это действительно важная вещь. Не хвалиться, не как дурачки, по каждому поводу на палец смеяться. Так сказал президент. А какие-то позитивные вещи показывать, заявил президент. Еще раз прочитаю вам эту строку, потому что, ну знаете, какая-то речь непрезидентская. Вернее, речь необразованного человека. Путин-то ведь человек очень хорошего языка на самом деле. А здесь какие-то странные речи звучат. Итак, заново говорю. Путин отреагировал с воодушевлением. Он со смехом рассказал историю о своем знакомом, которому не удалось пригласить журналистов на открытие построенного моста. В редакциях пояснили, что приехали бы, если бы мост сгорел. Теперь идут кавычки. Это прямая речь. Потому то, о чем вы сейчас сказали, это действительно важная вещь. Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, заявил президент. Инициатор проекта Сергей Гребенников пояснил, что пока проработана только идейная суть проекта, но не механика. Скорее всего, это будет не конкурс, а просто социальная акция. Суть которой в том, чтобы люди делились своими позитивными новостями с хэштегом «Счастье есть». По его словам, организаторы проекта могут обратиться к соцсетям, чтобы такие публикации выходили в тренды. То есть эти публикации насильно, искусственно будут выводить в тренды. Ну, то есть вы понимаете, да, что Google и YouTube будут работать на то, чтобы такие публикации вывести в тренд. Но где действительно взять такие публикации, друзья? Летом 2018 года Путин уже жаловался, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. А в декабре на своей ежегодной пресс-конференции он сказал, что власти выделяют 400 миллионов рублей на поддержку создания позитивного контента в интернете. Ну, и будут, конечно, писать, я думаю, что те свои, своеобразные люди, нанятые, которым и будут платить эти 400 миллионов рублей. Будут выплачиваться своим, чужих там не будет, случайных людей. Но, как знаете, эта деланная девочка, которая выступила на заседании ООН, также сделают еще несколько таких красивых примеров и дадут им эти деньги. Не все, конечно, потому что фонд, который вот этот Гребенников там, ему они тоже должны жить на какие-то средства. Они не такие уж и большие, 400 миллионов рублей, друзья, когда, в общем-то, карманы-то глубокие. Поэтому надо понимать, что, конечно, какие-то деньги пойдут на то, чтобы поддержать положительный контент. Пишите, пишите свои прекрасные вещи, которые вы видите. Вот вы видите, птичка поет, напишите об этом. Вы видите, ребенок пошел в детский сад, и там хорошо его встречают, прекрасно кормят, нет отравленной пищи. И ребенок здоров. Пишите об этом. Если вы пришли в детский сад или в школу, которая отапливаемая, которая без решеток охраны, но в то же время вся функционирует прекрасно, как это у Сергея Шойгу в пансионе под Питером, тогда можно об этом написать. Но если этого нет, то куда деться, откуда взять этот контент, о котором можно написать, и что он может написать. Скажите, когда, в общем-то, может быть, начнем с президента, чтобы наш уважаемый Владимир Владимирович Путин сделал нашу жизнь прекрасной, радостной. И показал нам, пусть он докажет нам, что счастье есть. И мы это счастье воспримем, конечно. Мы за каждый вот такой клочочек счастья мы боремся. Поэтому, дорогой и уважаемый наш Владимир Владимирович Путин, покажи нам первым, что счастье есть. А мы пойдем за тобой, если ты покажешь нам, что счастье есть. Реально оно есть. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Не забудьте, друзья, помочь моему каналу. Или вы сейчас же приступаете к исполнению своих обязанностей и к вечеру приносите 10 рублей. Я благодарю вас всех, кто уже помогает. Но не забудьте, помогать ежемесячно надо. Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-консессионеров. Читаю до пяти. Да или нет? Раз! Да! Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Благодарна вам за вашу помощь.